друзья всем большой большой привет сегодня предлагаю приготовить очень вкусную икру из баклажанов и кабачков кстати такую икру можно заготавливать на зиму помидоры я надрезаю крест-накрест сзади и заливаю кипящей водой помидоры постоят буквально одну минуту и снимаем кожуру кожура снимается легко и нарезаем помидор мелким кубиком в этом рецепте я все нарезаю меленьким кубиком баклажанов и у кабачков по необходимости счищаем кожуру также мелко нарезаю баклажаны репчатый лук и болгарский перец чеснок выдавливаю через пресс зелень можно взять любую на ваше усмотрение у меня будет меленько нарезанный укроп и листики рейхана это сиреневый базилик повторюсь что зелень можно взять на свое усмотрение по своему вкусу отдельно хочу сказать по поводу острого перца острый перец всегда берем как и специи как и травы на свое усмотрение я беру один стручок он сейчас нет очень острый поэтому одного не будет достаточно я его нарезаю колечками подготовили овощи нарезали готовить я буду мультиварки включаю режим жарко 10 минут разогреваю с закрытой крышкой обязательно обращайте внимание на тот факт что включаю старт сейчас будут разогреваться обязательно обращайте внимание на то надо ли закрывать крышку при разогреве и надо ли закрывать или держать открытой крышку во время жарки у меня разогрев идет с закрытой крышкой а приготовление во время жарки идет с открытой крышкой это все обычно указывается в инструкции к самой мультиварки разогреваем мультиварку мультиварка разогрелась она подала мне сигнал как видите вернее слышите наливаем растительное масло в чашу и обжариваем сначала лук лук обжарился стал мягеньким золотистым отключаю программу жарко перекладываю чашу мультиварки баклажаны и кабачки болгарский перец и острый перец помидоры добавляю молотый душистый перец специи специи можно взять любые на свое усмотрение у меня хмели сунели и соль соль я добавляю адыгейскую можно добавить обычную соль чеснок и зелень я пока не добавляю все перемешиваю воду добавлять не нужно так как овощи все дадут свой сок закрываю крышку включаю режим тушения на 30 минут включаю старт и через 20 минут я добавлю зелень до окончания работы программы осталось 10 минут 11 принципе я добавляю томатную пасту зелень и чеснок перемешаю как видите жидкости здесь достаточно закрываю крышку все ждем 10 минут ждем окончания программы программа приготовления подошла к концу икра готова посмотрите какая замечательная икра получилась кстати такую икру можно закрывать и на зиму вот сейчас приготовили можно разложить по стерилизованным баночкам закрыть укутать одеялом до полного остывания и все можно в принципе еще добавить уксус по желанию или лимонную кислоту по желанию по готовности можно добавить еще немножко зелени друзья вкусная икра готова посмотрите какая она по консистенции очень вкусная икра приготовьте и вы буду рада если вам понравится спасибо что были со мной смотрели видео здоровья вам и вашим близким спасибо